Музыка Огромное количество наших талантливых россиян работает по всему миру. Почему они не здесь не работают? Прекрасные условия для жизни. Один из лучших университетов, где лучшие преподаватели, которых мы пригласили со всего мира. Технопарк. И вот, конечно же, наша активность нужна. Идея, что и говорить красивая. Город айтишников рядом с Казани в живописнейшем месте слияния Волги и Свияги. Своего рода наш ответ в Силиконовой долине из Калифорнии. Многое из того, что задумывалось, как необходимые объекты инфраструктуры и технопарки, университет и даже магазины с кафе и ресторанами уже в наличии. Чего пока не достает, так это активности самой жизни. Активности прежде всего чиновников, за что Рустам Мениханов нередко критикует профильных министров. Были мои поручения и ваши действия пока очень такие незаметные. На этой неделе прошло очередное совещание по вопросам развития Иннополиса с участием федерального министра связи Николая Никифорова. Мероприятие оказалось закрытым для прессы и поэтому мы можем только гадать, о чем на нем шла речь. Были ли выпущены очередные острые стрелы критики в адрес ответственных за развитие Иннополиса чиновников или темпы его развития можно считать приемлемыми? Сложно сказать, хотя одно становится все более очевидным. Аналогии с Силиконовой долиной все менее уместны. И дело даже не только в огромной разнице в масштабах. Калифорнийское чудо генерирует воловой продукт в триллионы долларов на уровне ВВП Франции. В Иннополисе речь пока идет о суммарной выручке в миллиард рублей. Силиконовую долину называет своим домом несколько тысяч компаний в Иннополисе, 68 резидентов и 8 компаний-партнеров. Но не только в этих цифрах разница. И дело даже не в самом Иннополисе, как модели российского IT-центра, говорит генеральный директор крупнейшей в Татарстане IT-компании Виктор Дьячков. Дело в том, что в России в принципе нет понимания, как развивать отрасль. Нет государственной политики в этой области. И единственным выходом в этой ситуации Дьячков видит возрождение госплана. Я на полном серьезе говорю, потому что оценивая то, что сейчас есть в экономике, логично просто, чтобы государство взяло на себя еще функции планирования. Потому что государство везде в экономике есть, а планирования общего, централизованного, его нет. И государственной политики, технической политики, вот в нашей области, я считаю, что ее практически нет. Результат любых инноваций, как я неоднократно всегда говорю, это рубль. То есть сколько вы заработали. Директор лазерного центра в Татарстане Николай Насонов считает, что развитие Иннополиса пойдет только тогда, когда появится понимание, в чем его главное предназначение. И это понимание должно появиться прежде всего у потенциальных инвесторов IT-города. Вот я, если бы был директором какого-нибудь завода, то есть, что реально, зачем я туда приду? То есть, какие новые программы они мне напишут, какие они новые сервисы мне на завод там загрузят, там с искусственным интеллектом. Очень много различных объектов инновационных, но там почему-то не растут химики, не растут айтишники. Итак, что такое Иннополис? Если рассматривать его просто как место для штаб-квартир и высокотехнологичных компаний, это один подход. Если мы видим этот город как, в первую очередь, центр разработок прорывных идей в сфере IT, это несколько иная модель развития, считает руководитель консалтинговой компании Сергей Маслёхин. Цель не в аренду площади сдать, цель привлечь игроков, которые во взаимокоперации будут создавать продукт, причем прорывной, революционный, да. Своя неповторимая среда или аура в Иннополисе есть и сейчас. Отрицать это сложно. Да, и инфраструктура быстро наполняется жизнью. Все плюсы ее – жизни не вдали от благ цивилизации, а на некотором отдалении – от шума, грязи, суеты большого города – местные жители разъясняют убедительно. Ездишь в Казань, там, по каким-то делам, вообще туда не тянет. То есть то, что здесь все очень спокойно, все так размеренно, все близко – это очень классно. Местные кафе, рестораны и даже бар – это, как правило, не место для шумных вечеринок. Управляющий одним из таких заведений Рамиль Искандеров говорит нам – особенность в менталитете иннополисян. Ну, бывает, что в Казани кто-то перепьет, может похамить. Здесь такого нету, здесь все ребята с головой, так сказать, да, дружат. Ты пошел в спортзал заниматься, а там все айтишники, все там ява-не-ява, вот это вот все обсуждение, и ты понимаешь, что ты в своей тарелке. Преимущество иннополиса рассказывает нам Артур Милаян. С одной стороны, в близости такого крупного мегаполиса, как Казань, с другой – в наличии практически идеальных условий для работы. Вообще комфортно, до работы рядышком. Снег выпал, вы не думаете, что тут пробки, там все, вы ходите, наслаждайтесь. Иннополис сегодня – это очень хорошая альтернатива Москве, например, Санкт-Петербургу. Если сравнить стоимость жизни к качеству жизни, то мы очень даже конкурентны. Сегодня есть четыре точки входа в Иннополис. Первая – это стать компанией-резидентом особой экономической зоны Иннополис. Вторая – стать студентом местного университета. Третья – просто купить жилье в городе. И четвертая – стать частью местного городского бизнеса. К слову, вопреки нашим ожиданиям, в этом плане Иннополис укомплектован неплохо. Уже есть два супермаркета, аптека, салон красоты, несколько кафе и ресторанов, цветочные и книжные магазины. Привлекательная сторона – низкая ставка аренды для бизнеса в черте Иннополиса. Всего-то 100 рублей за квадратный метр. Это существенно ниже, чем, скажем, в Казани. Но есть одно ограничение – количество жителей. Трем тысячам иннополисян уже хватает объектов торговли и общественного питания. Пока еще есть потребность в сфере развлечений. Хотелось бы, наверное, бильярд. Кино, возможно. Иннополис – первый в России айти-город. Российская силиконовая долина. Так уж случилось, что яркие ярлыки приклеились к этому месту, можно сказать, с самого начала. С момента закладки первого камня. И эти щедрые авансы настало время оправдывать. А сделать это, ой, как непросто. Потому как, скорее всего, наши ожидания были несколько завышенные. Сейчас здесь постоянно проживает три тысячи жителей. Для любого города это, конечно, скромно. С точки зрения, какие советы тут можно дать, я бы просто вспомнил песню «Великая Анна Герман». Песню, которую мы все в свое время пели. Нужно только выучиться ждать. Нужно быть спокойным и упрямым. Тимур Бекморзин, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. «Семь дней».